итак всем привет сегодня мы научимся делать макет визитки вот я тут открыла какие-то разработки одного из наших клиентов но тут достаточно простая такая визитка и мы с вами с нее и начнем визитки стандартный размер 50 на 90 миллиметров есть также 55 на 90 на 80 5 это евро формат но обычно все стандартные в основном 50 на 90 для того чтобы сделать визитку мы создаем новый файл 50 на 90 миллиметров ну или в сантиметрах если у вас так удобнее так у нас будет горизонтальная и у нас соответственно монтажная область нашей визитки у нас есть логотип правда он в джипеге это не очень хорошо сейчас посмотрим может быть здесь у нас он не в джипеге тоже в джипеге ну ладно возьмем такой помещаем логотип на нужное место обязательно очень важно всегда смотреть на визитку примерно в реальном размере но периодически потому что когда вы делаете визитку на полный экран да вы можете не понимать как это будет выглядеть на печати то есть вы можете сделать настолько мелко что потом в живую это совершенно будет не читаем далее у нас есть данные давайте их все скопируем перенесем сюда чтобы начать набирать текст соответственно выбираем текст я сейчас просто на всякий случай заново это сделаем чтобы вам показать так как мы будем делать разные шрифты и разные размеры лучше каждую новую блок текста начинать печатать заново еще для того чтобы все было ровненько мы сделаем показать линейки и будем работать по линейкам соответственно верхняя часть макета у нас не будет заходить за логотип и боковая часть макета примерно так же здесь вот есть линеечки соответственно здесь мы примерно так же отмеряем чуть-чуть перенести и теперь будем ровнять можно снизу тоже в принципе отметить если это необходимо далее чтобы выбрать шрифт выбираем символ и выбираем шрифты из того что у нас есть мы предположим будет так здесь можно отрегулировать размер шрифта и здесь там есть жирный там с наклоном и так далее здесь мы выберем другой шрифт и сделаем помельче пока что не очень понимаю где это разместить но обычно набирая весь текст а потом уже корректируем по такому же принципу набираем остальные текст я могла бы просто скопировать отсюда но просто вам показывал чтобы было понятнее теперь соответственно нам нужно сделать так чтобы текст был выровнен по правому краю и шрифт у нас такой же ну пока что оставим такой же как надпись генеральный директор выровняем по линеечку здесь у нас какой-то явно лишний пробел я думаю в принципе понятно как текст набирать поэтому давайте перенесем телефоны также выровняем наверное чуть повыше и я бы еще отравняла вот здесь вот все таки нижний телефон выделить можно сразу несколько объектов и теперь поменяем шрифт чтобы он был из этой же серии что у нас тут есть еще в футуре есть футура light нет странновато смотрится футура бук давайте выберем и чуть-чуть подвинем сюда в принципе на этом все ну как бы здесь в процессе это все можно менять местами и так далее но я думаю принцип вам понятен еще мне кажется все таки все у нас получилось высоковато все вместе выделяем и чуть-чуть вниз спускаем нет теперь слишком низко отлично так если у вас визитка с фоном то обязательно сейчас на этой будет не очень понятно потому что логотип у меня в джипеге то есть там останется белый контур у него если нам нужен фон соответственно так же как на открытке делаем с выпусками под обрез ну предположим я сейчас какой-то просто первый попавшийся возьму не будет подходить просто чтобы вы поняли принцип монтаж на задний план вот видите у нас логотип получился с вообще фон ужасный логотип получился с такой белой штучкой потому что это джипег в идеале если логотип будет в векторе но не все клиенты предоставляют его в векторе и в этом случае либо отрисовывать если бы это было на какое-то более большое изделие то пришлось бы его отрисовать в векторе потому что качество у джипега при увеличении оно портится в отличии от вектора вот если вам нужна только визитка можно в принципе не отрисовывать а просто сохранить обработать сохранить без фона в png если вам нужен фон если вам фон не нужен то и так все выглядит нормально вот теперь самое важное когда вы во первых нужно встроить изображение если она не встроена у меня встроена так выделить нужный шрифт объект разобрать объект и заливку это делается для того чтобы в типографии в которой вы отсылаете макет визитка открылась корректно то есть если у них не не будет таких шрифтов как у вас то все это слетит и автоматически заменится обычным стандартным каким-то шрифтом разобрать объект заливку разобрать объект и заливку все теперь наша визитка готова к печати достаточно такой простенький вариант и предлагаю вам сегодня но в ближайшие его дни сделать макет своей визитки если у вас нет логотипа и например вы иллюстратор да вы можете вставить какую-то какую-нибудь там иллюстрацию просто сбоку вот в принципе на этом все теперь мы делаем файл сохранить как советую сохранять на всякий случай а и еще вот сохраняем а и и теперь файл сохранить как как адоб pdf сохранить обязательно ставим полиграфическое качество и сохраняем pdf в принципе на этом сегодня все если будут какие-то вопросики с удовольствием отвечу на них в комментариях это и Продолжение следует...